Добрый вечер! Это программа «Пульс дня» на RTN. Меня зовут Артем Андросов. Давайте вместе подведем итоги этой пятницы. Начинаем. Сенат подготовит законопроект о временном бюджете, который позволит избежать частичной приостановки работы госучреждений, в конце месяца заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Время не та роскошь, которой сейчас располагает Конгресс, сказал Шумер, выступая в Сенате. Он пояснил, что в течение следующих нескольких дней сенаторы будут работать над достижением соглашения, которое могли бы поддержать и республиканцы, и демократы. Конгресс должен принять закон о расходах до начала нового финансового года, 1 октября, чтобы избежать временного увольнения тысяч федеральных служащих и приостановки работы целого ряда госучреждений за несколько недель до выборов 5 ноября. Вечером в четверг израильские войска нанесли один из самых мощных за этот год ударов по позициям Хезболы в Ливане. По словам израильских военных, в ходе операции истребители Цахал поразили около сотни реактивных систем залпового огня на юге Ливана, нацеленных на Израиль. Сообщений о жертвах не поступало. По данным Ливанского государственного информагентства ННА, более 52 ударов было нанесено после 9 вечера по местному времени. Великобритания призвала к прекращению огня между Израилем и Хезболой. Соединенные Штаты опасаются и обеспокоены потенциальной эскалацией, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Дональд Трамп раскритиковал американских евреев, которые не поддерживают его. По словам кандидатов в президенты, если они не проголосуют за него в ноябре, то Израиль будет уничтожен. Трамп сделал схожие заявления на двух выступлениях в Вашингтоне. Первое было направлено против антисемитизма, а второе он дал на национальном саммите Израильско-Американского совета, который проводился в преддверии первой годовщины нападения 7 октября. С одной стороны, республиканец заявил, что станет защитником американских евреев, когда займет кресло в овальном кабинете. С другой, пригрозил, что Израиль ждет полное уничтожение, если президентом станет демократ Камала Харрис. При этом он привел некие статистические данные, не указав, откуда взял их, и намекнул, что еврейские избиратели оказывают ключевое влияние на итоги выборов. По моему мнению, еврейский народ будет иметь большое отношение к моему проигрышу. Если у меня 40%, то только подумайте, это означает, что 60% голосов за Камалу, которая в частности является плохим демократом. Демократы плохо относятся к Израилю, очень плохо. Трамп также заявил, что демократы прокляли евреев. Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил всего 24% голосов евреев, посетовал экс-президент. В Нью-Йорке вблизи штаб-квартиры ООН в четверг вечером прошла акция с зажением свечей в память о тысячах невинных жертв, погибших во время восстания в Иране в 2022 году. Мероприятие было организовано комитетом ирано-американской организации и приурочено ко второй годовщине смерти 22-летней Махсы Амини, курдской иранки, погибшей, находясь под стражей за якобы нарушение исламского дресс-кода Ирана. Смерть Амини вызвала многомесячные протесты и стала самым серьезным вызовом духовным лидером Исламской республики за последние десятилетия. Мы здесь, в Нью-Йорке, не только чтим жизни и память тех, кто был убит иранским режимом, но и осуждаем присутствие представителей режима в ООН. С момента его вступления в должность президента в конце июля в Иране было казнено почти 200 человек. За моей спиной фотографии казненных за последние две недели. Расследование, проведенное ООН ранее в этом году, установило, что смерть Амини под стражей иранской полиции нравов была незаконной и произошла вследствие насилия. Также было отмечено, что последовавшие за этим протесты сопровождались внесудебными казнями, произвольными арестами, пытками и жестоким обращением, а также изнасилованиями и сексуальным насилием. Я являюсь частью Ирана, американской общины и поддерживаю Национальный совет сопротивления Ирана. Я нахожусь здесь, чтобы осудить приезд Масуда Пизашкиана в ООН. И хочу сказать, что Пизашкиан не представляет народ Ирана. И место в ООН принадлежит иранской альтернативе – Национальному совету сопротивления Ирана и избранному президенту Марьям Раджаве. Мы собрались здесь, чтобы выступить против назначенного президента, а не избранного народом. Это назначенный диктаторами президент. Мы хотим сказать, что он не является представителем иранского народа. И мы хотим, чтобы весь мир знал, что народ Ирана – все они против этого режима. На следующей неделе начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и президент Ирана Масуд Пизашкиан должен выступить перед мировыми лидерами во вторник. Тикток должен найти американского покупателя до 19 января 2025 года, иначе приложение может быть запрещено в США. Так предписывает закон, поддержанный законодателями от обеих партий и подписанный президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года. На этой неделе представители соцсети, а также группа блогеров и создателей контента на этой платформе предстали перед апелляционным судом США по федеральному округу Колумбия, где озвучили свои аргументы против закона и Министерства юстиции США, которое обеспечит его соблюдение. Заседание продлилось два часа. Аргументы сторон выслушала коллегия из трех судей. Сообщество, которое я создала в Тиктоке, дало мне смелость рассказать о своем собственном насилии. Я часто делюсь ресурсами и сотрудничаю с некоммерческими организациями и брендами, сосредоточенными на помощи пострадавшим. Такой открытый диалог, как на Тикток, я не нашла нигде и не смогла бы развить на других социальных платформах. Я считаю, что Тикток – это наименее цензурированная и наиболее аутентичная платформа для получения информации. Тикток помог мне создать бизнес и воплотить американскую мечту. Если этот запрет примут, он буквально разрушит все, что мы построили и над чем так усердно работали. Мы пытались использовать другие платформы, пробовали Facebook, пробовали Instagram. Я знаю, что многие спрашивают об этом, но это просто не то. Мы нашли свое сообщество в Тиктоке, мы процветаем, и это действительно уникально. Если спросить других предпринимателей, они скажут то же самое. На данный момент популярное приложение принадлежит китайской компании ByteDance. Представители Тикток пытаются доказать в суде, что переход компании к американскому владельцу – не единственное возможное решение. Речь шла о технических аспектах хранения и обработке личных данных американских пользователей. Так, например, по их словам, данные могли бы быть локализованы в США на мощностях исключительно американских компаний. Министерство юстиции США в суде озвучивает опасения относительно возможного доступа Китая к конфиденциальным данным американцев, а также возможность распространения пропаганды. Смешно предполагать, что с двумя миллиардами строк кода, что в 40 раз больше, чем у всей операционной системы Windows, мы каким-то образом сможем обнаружить, что они изменили этот код в какой-то день, чтобы продвигать китайский нарратив. Создатели контента говорят, что это ограниченный разнообразный источник новостей. Проблема в том, что Китай в какой-то момент может решить, что больше не хочет, чтобы это было так, и мы не сможем это обнаружить, как и все пользователи. Как долго будет продолжаться этот процесс, пока неизвестно, ведь даже после вынесения вердикта 6 декабря у ТикТока и Минюста останется возможность подать апелляцию. Теоретически дело может дойти до Верховного суда США. Тем временем поддержка общественности в пользу запрета платформы в США снизилась с мартовских 50% до 32% к августу 2024 года, согласно опросам Pew Research Center. Сейчас короткая реклама на RTN, после которой мы вернемся в студию и продолжим выпуск.